Всем слегка бескуражный привет, друзья! И сегодня я хотел бы обсудить одну довольно пугающую тему. На Большом острове Гавайского архипелага сотни протестующих заблокировали строительство 30-метрового телескопа. И несмотря на десятки задержанных полицией активистов, работа остальных телескопов на горе фактически оказалась парализована. И это, блин, катастрофа! Возможно, вы спросите меня, а какое нам дело до событий на Гавайях? Ну, протестуют и черт с ними! Очень скоро я объясню, почему это касается всех нас. 30-метровый телескоп или TMT – это второй по размеру проектируемый оптический телескоп на планете. Диаметр его главного зеркала, как несложно догадаться, 30 метров. Крупнее только проект Extreme Relatch Telescope в Чили. Там зеркало будет без малого 40 метров, но и 30 метров – это очень много. Я напомню, что размер крупнейших современных оптических телескопов едва ли превышает 10 метров. А в России самый большой телескоп – 6 метров. И когда стоишь с ним рядом, понимаешь, насколько на самом деле он огромный. Конструкция TMT очень интересная. Ведь невозможно отлить цельное зеркало таких огромных размеров. Поэтому оно должно состоять из 492 сегментов шестиугольной формы. Они будут изготовлены из особого стекла с нулевым показателем расширения. И да, на сегодняшний момент уже сделано более половины заготовок этих шестигранников. В нижней части у них расположены элементы крепления, которые смогут равномерно распределить нагрузку на каждый шестиугольник. Тогда они не провиснут и не деформируются в зависимости от угла наклона телескопа. Площадь зеркала составит 655 квадратных метров. Для сравнения, площадь собирающей поверхности телескопа Хаббла – всего 4,5 квадратных метра. Стоимость оценивается в 1,5 миллиарда долларов. Ну, примерно как газоскреб в Петербурге. Чтобы свести искажения из-за движения атмосферных возмущений к минимуму, телескоп будет оснащен системой адаптивной оптики и 150-ваттным лазером, который создаст искусственную звезду на высоте 90 километров. По ней как раз и будет осуществляться настройка, которая позволяет как бы вычесть атмосферу при наблюдениях. Также телескоп имеет примечательную конструкцию купола. Зачем эти решетки? А они выполняют особую функцию. Купол устроен так, чтобы с одной стороны защищать инструмент от ветра и непогоды, а с другой – чтобы при наблюдениях обеспечить тепловое равновесие. Иначе движение воздуха под куполом испортит наблюдение. Телескоп будет изучать Вселенную в видимом диапазоне, но захватит немножко ближние инфракрасные и ультрафиолетовые. А качество изображения превзойдет Хаббл в 12 раз. Ну, если, конечно, телескоп таки построят. Казалось бы, кому он может помешать? Ну, история здесь довольно запутанная. Изначально ученые рассматривали 7 площадок в разных странах, где можно построить новую обсерваторию. Маунакея выбрали сразу по нескольким причинам. Для начала это астроклимат. Сухой воздух, мало осадков и много ясных ночей. Во-вторых, Гавайя расположена в северном полушарии. А значит, 30-метровый телескоп увидит те участки неба, которые будут недоступны и ЛТ в Чили. Ну, и инфраструктура тоже играет роль. На горе уже стоят 13 телескопов из 11 стран. Еще один международный проект. Что может пойти не так? Однако, с 2013 года, фактически с момента, как стройку одобрили, местные активисты начали протестовать против ТМТ. Причины звучали очень интересно. Нельзя строить телескоп на земле, священный для гавайской культуры и религии. То есть, Маунакея – это наша гора, и валите отсюда. В 2014 году подготовку к строительству приостановили. С 2015 года шло судебное разбирательство с тем, кто там, чьи права нарушает. В 2018 году суд отклонил протестные иски и постановил, что стройку можно продолжать. И 15 июля 2019 года должно было возобновиться строительство обсерватории после четырех лет задержки. Но этого не случилось. Протестующие перекрыли подъездную дорогу к горе. Это остановило не только стройку, но и работу остальных обсерваторий на вершине. Им пришлось эвакуировать сотрудников, оставив всего лишь небольшое количество технического персонала. А я напомню, что это 10-метровые телескопы Кека, Субару, Джемини и много кто еще. К 17 июля полиция арестовала 43 активиста, но это лишь подлило масло в огонь. А в интернете развернулась активная кампания против строительства. И что самое обидное, ее поддержали многие деятели науки. Например, студенты Калифорнийского университета в Санта-Барбаре в открытом письме призывают к отставке руководителя этого самого университета из-за поддержки проекта 30-метрового телескопа. Другое письмо призывает астрономическое сообщество поддержать протестующих. И там уже более 900 подписей в поддержку. Естественно, с пла проблемами белого колониализма, мультикультурализма, уважения местных традиций и все такое прочее. В информационной среде протестующие предстают угнетаемым национальным меньшинством, борющимся за свои права, историю, культуру и традиции. А что если я скажу, что это не так? Что на самом деле кучка воинствующих мракобедцев уже пятый год не дает построить крутейший проект для всего человечества? Да, это моя точка зрения, но я сейчас попробую ее обосновать. Для начала прошу заметить, что на горе Маонакеа уже стоят 13 телескопов. И до недавнего времени это никого особо не беспокоило. Но как они вообще там появились? Это довольно интересная история. 22 мая 1960 года на Гавайские острова обрушилась разрушительная цунами, унесшая десятки жизней и опустошившая экономику островов. Чтобы как-то подстегнуть восстановление инфраструктуры, Гавайский университет в городе Хилла придумал интересный план. Превратить Маонакеа в Международный астрономический центр. Они рассчитывали, что это даст новые рабочие места, подстегнет промышленное производство и поднимет качество образования. Но план не сработал. Чтобы заманить астрономов, арендную плату за Землю сделали символической. Всего 1 доллар. Рабочих мест тоже почти не прибавилось. Сыграло роль отсутствие необходимой квалификации у местного населения. Ну и почти все производство проходило за пределами островов. В 2015 году Гавайи были названы худшим штатом для ведения бизнеса, согласно ежегодному рейтингу CNBC. И знаете что? Единственный проект, который сам предложил изменить эту ситуацию, был TMT. Они планировали ежегодно вкладывать порядка 1 миллиона долларов в экологию и образование на островах, сотрудничать с местными учебными заведениями, а также нанимать на работу по возможности преимущественно местных сотрудников. Если проект не будет реализован на Гавайях, это серьезный удар по экономике островов. Ну кто захочет иметь дело с регионом со столь высокими рисками и сомнительной прибылью? То есть по факту досталось именно тому проекту, который пытался исправить ситуацию. Что же не нравится протестующим? Суть их претензий можно поделить на несколько направлений. Первое это экология. У меня сложилось впечатление, что они просто взяли официальный документ согласования строительства и все утверждения в нем поменяли на противоположные. Например, телескоп расположен гораздо выше водоносных слоев на горе. Меняем на «Телескоп подпортит грунтовые воды». А вообще, TMT спроектирован как установка для нулевого сброса отходов. Все они должны надежно транспортироваться с вершины. Или, к примеру, место для строительства выбрано таким образом, чтобы из населенных пунктов его не было видно, дабы не исказить естественный ландшафт. Изменим на «Эту махину будет видно со всех Гавайев». Ну и так далее. В самом радикальном варианте, распространяемом через соцсети, у телескопа будет атомный реактор, и грунтовые воды нужны для его охлаждения. Реактор, Карл, телескопу! Второе направление – культурное и религиозное. Маунакия – священная гора для гавайского народа, и ничего строить на ней нельзя. Там кладбище и вообще понаехали тут. Однако, археологические раскопки показали, что никаких захоронений в районе строительства нет. Более того, телескопы на горе строились так, чтобы не задеть священные места для гавайского народа. С религией все еще более туманно. Дело в том, что религия гавайцев с начала 19 века и долгое время была под запретом. После кровопролитной междоусобицы гавайский король Камиамиа II запретил местные культы, разрушил святилища и отменил традиционные обряды. Взамен он пригласил протестантских миссионеров из Америки. Поэтому современный культ – это фактически реконструкция на основе устных традиций, начавшейся в 70-х годах 20 века. И единство в понимании, как правильно выполнять те или иные религиозные обряды, что можно делать, а что нельзя, у гавайцев нет. У каждого своя интерпретация, что, согласитесь, весьма удобно. То есть, по факту, мы имеем протест активного меньшинства, который пытаются выдать за борьбу с белыми угнетателями, неуважающими культуру. Ну, на деле тут попахивают национализмом и мракобесием. И хотя протестующие заявляют, что они не против науки, их интервью говорят об обратном. «Гора их сама попросила. Вся гора – это кладбище. Ученые врут. А еще мы против ГМО и геотермальных станций. Последние-то чем провинились?» Активисты игнорируют мнения независимых экспертов, постоянно изобретают новые доводы против и заваливают суды исками. Их поддерживают известные актеры, например, Джейсон Мамоа и Дуэйн Скала Джонсон. Деятели науки и искусства пишут петиции в поддержку несчастных людей, у которых отнимают последние. А тем временем протестующие перестали пускать даже обслуживающий персонал других обсерваторий. Показательна ситуация с обсерваторией Джемини, в которую не пустили техников, а ведь они должны были исправить нештатную ситуацию системой охлаждения научных приборов. Если некоторые из них нагреются слишком сильно, то их можно будет выбрасывать. Я понятия не имею, чем эта история может закончиться и кто за нее ответит. Если в итоге протестующие победят, есть запасный план – построить ТМТ на Канарах. Климат там, правда, похожий, да и стройка опять затянется, но телескоп увидит свет. Но что будет с другими обсерваториями на Маунаке? Ведь работа остальных 13 телескопов уже оказалась парализована. Протестующие вполне могут решить, что и другие телескопы не угодны горе, и тем самым продемонстрировать силу бывшим угнетателям. С одной стороны, я понимаю, что нужно уважать культурные традиции, но все ли? А если в культуре принято кушать людей? Или убивать детей в голодные годы? Что их тоже нужно уважать? Я поражался, что на суде по поводу дальнейшей судьбы телескопа люди в 21 веке на полном серьезе обсуждают устные предания на предмет святости горы. Она как? Святая в отдельных локациях? Вся святая? Или свят столб воздуха над ней до космоса? Ну, а если до космоса, что тогда? Запретим там спутником летать? Сложный вопрос. И совсем не астрономический. И я считаю, что это касается всех нас. Фундаментальная наука, она по природе международная. Это проблема не Гавайев, США или стран-участниц проекта. Это проблема всего человечества. Как говорил академик Яков Зельдович, космос — это лаборатория для бедных. Ну, или как-то так. То есть мы, изучая Вселенную, фактически видим результаты экспериментов, пока недоступных на рукотворных ускорителях и экспериментальных установках. И сбои в этой лаборатории аукнутся всем. А еще это может создать прецедент. Берем небольшую этно-религиозную группу с неясной системой верований и блокируем все, что хотим. Продвигаем законы, какие нам надо. А что? Смекалочка. Вот такие невеселые мысли, друзья. Я прошу прощения, если мой ролик, быть может, кого-то обидел. Я всего лишь высказывал свое мнение. Ну, а вы можете оставить свое в комментарии под видео и подписаться. Ведь мы как раз отсняли довольно много материала для следующего видео. Причем, нас для съемок пустил к себе московский планетарий. Я думаю, получилось интересно. Ну, а пока, пока и до встречи на улице Шкловского.